Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. 2023 год уже ушел в историю и сегодня мы с вами подведем итоги. Я вам расскажу про те сериалы, которые вышли в 2023 году и имели высокий зрительский рейтинг. И пока я буду вам рассказывать, не забудьте подписаться. Ну что, а мы поехали! Элис в 9 лет потеряла родителей. Причиной стал загадочный пожар. После трагического инцидента девочка отправляется жить к своей бабушке на цветочную ферму. Там ей предстоит узнать темные тайны своей семьи. Повествование охватывает многие годы, пока Элис превращается из девочки в женщину. Через цветы и растения раскрывается характер главной героини. Потерянные цветы Элис Харт – телевизионный мини-сериал, состоящий из семи эпизодов и созданный Amazon Studios. Одну из главных ролей сыграла Сигурни Уивер, известную нам по роли Эллен Рипли во всех частях Чужого. Ну и в Аватаре мы ее тоже видели в роли Грейс. Она трижды номинировалась на премию «Оскар», но пока не сложилась. Премьера сериала состоялась на сервисе Amazon Premiere Video 4 августа 2023 года. События этого сериала разворачиваются в годы Второй мировой войны. Центральная фигура истории – молодая слепая француженка Мари Лор и болезненный немецкий парень Вернер. Пути молодых людей пересеклись во время немецкой оккупации Франции. Это трогательная история о том, как война рушит судьбы людей и испытывает их человеческие качества. Кажется, сериал «Весь незримый свет» – экранизация одноименного бестселлера французского писателя Энтони Дорро. В 2015 году этот роман был отмечен Кулицеровской премией. Режиссером проекта выступил Шон Леви. Его сериал «Очень странные дела» вошел в топ-10 самых рейтинговых сериалов на платформе Netflix. Сценарий написал Стивен Найт, за плечами которого сериал «Острые козырьки». Для правдоподобности на исполнение главной роли была специально подобрана слепая актриса-ребенок. Это ее дебют. На втором плане номинант на премию «Оскар» Марк Руффало и «Доктор Хаус» Хью Лори. «Переполненная комната» – сериал «Онтология». У главного героя синдром множественных личностей. Еще один трейлер о маньяке, в сознании которого жили 24 личности, и который должен вызвать у нас сочувствие. Сериал основан на романе Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана». В сериале «Реального Миллигана» заменили на вымышленного Салливана, а значит создатели приготовили нам какой-то сюрприз. Известно, что следующие сезоны сериала посвятят другим людям с необычными психическими расстройствами. Режиссером сериала выступил Акива Голсман, известный по фильмам «Я – легенда» и «Константин – повелитель тьмы». Главные роли в шоу исполнили «Человек-паук» Том Холланд и очаровательная Аманда Сайфер. ЦРУ необходимо ликвидировать мощную и опасную террористическую организацию. Для решения этой задачи управление навербует Джо. Женщине-морпеху поручено подружиться с дочерью подозреваемого в терроризме, за которым ведется слежка. Спецназ «Львица» – это шпионский триллер режиссера Тейлора Шеридана. «Еллоу Стоун» с Кевином Кёснером тоже делая его рук. Главную роль играет Зоя Салдана, снявшаяся ранее в трех самых кассовых фильмах всех времен – «Аватар», «Аватар. Путь воды» и «Мстители. Финал». Также в сериале мы увидим Николь Кидман и 86-летнего Моргана Фримена. А это, как вы понимаете, заявка на что-то интересное. Альтернативная история 70-х годов. Молодой Уинстон Скотт становится владельцем сети отелей «Континенталь», услугами которых, как известно из серии фильмов о Джонни Уике, пользуются элитные наемные убийцы. Сюжет будет исследовать различные вариации разных исторических событий. Например, массовая забастовка профсоюза в Великобритании, проходившая в конце 70-х прошлого века, получившая название «Зима недовольства», или влияние американской мафии на экономику США. Сериал «Континенталь», как вы уже поняли, является спин-офф-приквелом оригинальной квадрологии Джон Уи. На мой взгляд, это один из самых интересных сериалов сентября. Одну из главных ролей сыграл не нуждающийся в представлении Мел Гибсон, покоривший голливудский олимп ролью Макса Рокотански в фильме «Безумный Макс» и с тех пор оттуда не спускается. События этой истории происходят после второго сезонного сериала «Мандалорец», с которым они образуют целостную сюжетную линию. После падения Галактической Империи, бывший рыцарь-джедай Асока Тано, которая появилась еще в «Мандалорце» и его спин-оффе книга «Боба Фетта», отправляется на поиски гранд-адмирала Трауна. Так она наконец-то сможет узнать нахождение пропавшего джедая Эзры Бриджера. Асока – очередной сериал из вселенной «Звездных войн», разработанный Джоном Фавро и Дэйвом Филони для стримингового сервиса Disney+. Это продолжение мультсериала «Звездные войны. Повстанцы» и второго сезона «Мандалорца», где в роли Асоки зрители впервые увидели актрису Розарио Доусон. Она же вернется к этому персонажу и в этом проекте. События этой истории разворачиваются опять-таки в Австралии, но уже в 50-х годах 19 века. Главный герой-хирург Джек Докинс когда-то в детстве был ловким карманником и лидером банды детей-преступников на улицах Лондона. Теперь он уважаемый высококлассный врач. Однако темное прошлое настигает Джека, когда в городе появляется его бывший босс Фейгин. Он начинает жить двойной жизнью, не в силах справиться со своей жаждой преступлений. В это время дочь местного губернатора Белль Фокс, кажется, рискует украсть сердце ловкого плута. «Ловкий плут» – австралийский криминальный приключенческий сериал, основанный на персонажах романа Оливер Твист Чарльза Диккенса. Главные роли исполнили многими любимые Томас Ангстер и Дэвид Кьюлис. В центре сюжета действия, происходящие на планете, где воздух ядовит и непригоден для жизни. Люди были вынуждены построить огромный бункер, чтобы защититься от опасной среды. Он разделен на несколько уровней, а общество стало иерархическим. Первые жители бункера установили ряд законов, соблюдаемых на протяжении многих поколений. Но что произойдет, если вся система окажется на грани разрушения? Главную роль в сериале сыграла Ребекка Фергюсон. Также на экране вы увидите Тима Робинса, Рашиду Джонс, Гарриет Уолтер и Иена Глена. Этот сериал был включен в список самых ожидаемых 2023 года, и его появление оправдало все надежды. Родерик и Маделин – брат и сестра. Они владеют крупнейшей фармацевтической компанией. Внезапно наследники Родерика загадочным образом начинают умирать один за одним. К этому причастна таинственная женщина, связанная с прошлым семьей. Ее мотивы и цели остаются неизвестными, и вся семья Ашеров оказывается в состоянии страха и паники. Падение дома Ашеров – мистический хоррор, созданный для платформы Netflix. В основу сюжета легли произведения Эдгара Алана По. Режиссер мастерски рисует картину, выстраивая внутрикадровую атмосферу за счет визуального ряда и музыкального оформления. Все на экране выглядит увлекательным и хочется рассматривать каждую деталь. Так что смотрите и кайфуйте от эстетики. Сюжет сериала необычен и оригинален. Четыре эпохи, четыре детектива, одна жертва. История начинается с появления трупа на одной из улиц Лондона. Это происходит в одном и том же месте, но в разные года. В 1890, в 1941, в 2023 и в 2053. В разные времена ведется четыре детективных расследования. В конечном итоге они становятся взаимосвязанными. Чтобы спасти будущее Британии, им необходимо раскрыть убийство, которое изменило ход истории. «Тела» – британский фантастический сериал, созданный для Netflix. Он основан на одноименном графическом романе Си Спенсера. В сериале среди актеров нет супер громких имен. Но это не делает этот проект менее привлекательным. Авторы фильма сумели очень грамотно соединить события разных эпох. Зрителю предстоит узнать, чей труп путешествует во времени и почему одно и то же тело появляется в четырех разных эпохах. И, конечно же, есть тот, кто за всем этим стоит. Действие истории разворачивается в 1950-х годах, когда женщины могли надеяться лишь на должность секретаря или ассистентки. Это история молодой женщины-химика Элизабет Зот. Обстоятельства складываются так, что она вынуждена оставить работу в химической лаборатории и стать ведущей кулинарного шоу на телевидении для домохозяек. Популярность дает ей возможность обучать женщин науки через экран телевизора. Сериал «Уроки химии» – это киноадаптация одноименного романа Бонни Гармус. Главную роль очень гармонично исполнила Бри Ларсон. В 2015 году вышел фильм «Комната», главная роль в которой принесла ей Оскар за лучшую женскую роль. Сериал костюмированно, стилизованный, с увлекательным сюжетом. Ну что, у меня на сегодня все. В следующем ролике мы поговорим про фильмы, которые вышли в 2023 году и тоже имели высокий зрительский рейтинг. Всем пока-пока, услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok